Я ходила в церковь, но не очень любила туда ходить, мне не нравилось. Потом мне предложили тёте и дяде моей, чтобы я поехала в лагерь. И я ехала, как бы, и думала, всё, зачем я туда попала, и вообще не хочу. Приехала туда, начали всякие эти молитвы, я не понимала, что это, и куда меня просят стать, и всё такое. Ну, как-то через два дня, вечером, там все начали танцевать, выходить молиться. Я, конечно, вышла, закрыла глаза, начала просить Богу, чтобы мне здесь понравилось, чтобы я здесь хорошо провела время. И, как ни странно, я заплакала, очень сильно плакала, и молилась ему, наверное, минут десять. После этого вечером я не могла уснуть, каждую минуту думала только о нём. Мне казалось, что он взял меня за руку и ведёт по своей дороге, по той, которой нужно. Раньше я очень часто ругалась матом, сейчас я не могу сказать ни одного слова, просто мне это противно становится вообще, это я даже не знаю как. У меня очень часто ругались родители. Но после того, как я съездила в лагерь, я за них помолилась, я каждый день молилась за них. И эти люди, ну, у меня мама с папой, они сошлись нормально, и теперь они вот до сих пор нормально живут. Я ругалась очень часто с сестрой. Я попросила Бога, чтобы мы с ней начали хорошо общаться. И после этого действительно всё случилось. Я говорю ему, я попрошу его о чём-то, и он сразу всё это делает. Это, конечно, очень-очень сильно удивительно. А ещё в лагере была такая штука, у меня очень сильно заболел живот, и я не могла танцевать. Я очень-очень сильно хотела. Я помолилась, за меня молились. И, как ни странно, за минуту, как рукой сняла, вообще, как будто даже ничего и не было. Я была в таком полнейшем шоке, это просто было нечто. Я очень, ну, как бы неплохо училась, но не старалась учиться вообще. Сейчас для меня учёба — это... Я могу не стараться, но я хорошо очень учусь. Я у него просила это всё. Я у неё просила, чтобы... Я очень часто ещё ругалась с мамой. Я просила, чтобы никогда с ней не ругаться, и чтобы я не повышала на неё голос. И как ни странно, когда на меня мама орёт, я просто у неё прошу прощения сразу. Я не могу сказать никакого другого слова, потому что через меня Бог говорит ей что-то. Иногда даже Бог говорит через меня, маме моей, папе. Я сама удивляюсь, я как будто не знала, что это я говорю. И когда люди за меня молятся, мне кажется, это самое лучшее, что может быть на этом свете. Вообще, вот сейчас я иду по пути Божьему, я это чувствую, знаю. Я, наверное, буду благословить Господа и всегда с Ним останусь навсегда. Мне кажется, у нас уже ничего не разъединит. Я никогда не знала, что я могу такое пережить, что я буду ходить в эту церковь с радостью. Я очень хочу обратно в лагерь, потому что в лагере, когда я нахожусь в лагере, это просто...